Привет всем, мальчики и девочки, вы на канале Рома Желуди, и сегодня видео про ринопластику. Сегодня я расскажу вам о том, сколько раз я сделал операцию на нос, как она прошла, мои советы тем, кто хочет сделать себе нос, и мои, в принципе, мысли после операции. У меня было две операции на нос, я назову имена хирургов, но также дам вам секретный контакт, который я сейчас, которым пользуюсь, и кто сделал мне такой нос, который у меня есть сейчас. У меня было две операции. Первая операция, на ней было очень сложно решиться, потому что у меня никогда в жизни до этого не было наркоза. Представляете, как это было страшно? Я смотрел фильм «Наркоз», я думал, что что-то может случиться во время наркоза, во время операции, и мне было, правда, страшно, но я понимал, что меня, во-первых, не устраивало в моем прошлом носе. Смотрите, у меня был вот такой нос. Конечно, по этому видеокадру непонятно, что мне там не нравилось, но у меня был очень сильный зажим. Я был тогда в Америке, кто смотрел мои ролики, я не мог поворачиваться вот этой стороной, потому что у меня был такой очень странный формы нос, но при этом он мне безумно нравится сейчас. То есть я не понимал тогда, что произойдет. Я вам все расскажу про новый ракурс, который появляется, про то, что уходит с ринопластикой навсегда. Вы распрощаетесь навсегда с частью себя на всю жизнь. Но я во всех видео, у меня приходилось садиться одной стороной. Мне безумно не нравилась другая страна, и когда меня снимали папарацци, и когда меня снимали фанаты на встречах. Есть фотка, я ее сейчас уже не найду, но меня обнимают фанаты. Девочка в Вегасе, черно-белая фотка. И меня же постоянно снимали на камеру. И я помню, я приезжаю домой, вижу в интернете эту фотку, и я понимаю, что я просто хочу плакать, потому что это ужасно страшно. Потому что с левой стороны вот что было с моим носом. Вот, вот этот ракурс мне в себе не нравился. Вы еще понимаете, это кто, блядь? Гоген Мартиросян на встрече, на конференции. Ну, Гоген Мартиросян, это полный трэш, конечно. Вот это мне что-то в себе не нравилось. Вот это вот все, вот этот ракурс, он мне вообще никак не заходил, не заигрывал, вообще не залетал никак. Но я всегда поворачивался на Ютьюбе одной специальной стороной. Вот эта сторона мне безумно нравилась всегда, то есть это такой пацанский нос был. То есть с правой стороны все было классно, но слева было что-то вот такое. И меня это очень сильно не устраивало. На первую свою операцию вам обязательно нужно будет накопить денег. Ну, как бы это тоже процесс, то есть как бы, ну, я готовился к этому. Поэтому я не сразу нашел деньги свободные. Я заплатил за первую операцию 200 тысяч. 200 тысяч это, в принципе, нормальная цена для операции. Делал я ее у Харитонова. Не знаю, почему я нашел эту клинику. Бьюти клиник, по-моему, я не помню. Но, бьюти пластик, что-то такое. Я не знаю, почему-то мне... Я не знаю, почему. Почему мне понравился доктор, я уже ничего не помню. Но помню, что было очень страшно. Нужно сдать все анализы. Перед тем, как ты пойдешь делать нос, тебе нужно убедиться во всем, что у тебя здоровье позволяет. Общий анализ крови. Чтобы ты мог сделать операцию. Нужно, чтобы у тебя был здоровый организм. Чтобы ты был к этому готов. Но я помню, как я был счастливый. Я всем перетрахал мозг вокруг. Родителям всем. Это была жесть. Но как я только загорелся, я просто уже горел так, что мне уже прям вот надо было и все. Да, было страшно. Приезжаешь в клинику, готовишься к операции, нельзя курить, ничего нельзя. И ты просто... Я помню момент, когда на тебя начинают одевать эти, то есть, чулки специальные. То есть, это все... Это страшно. Первый наркоз, это очень страшно. Это очень страшно. Но потом, как только я проснулся, ну и потом уже через неделю, моя мысль была такой, что типа, фак, я готов делать операции каждый день. Они в Голливуде, типа, вообще постоянно себе все переделывают, сиськи-писики. Тот же пример, семья Кардашьян. Они там все перекроены, у них постоянные операции. Им лишь бы там сделать этот наркоз уже, им все равно, мне кажется. Уже на это все. И тем девушкам, которые там большие попу такую себе делают. Но я хочу сказать, что я себе попу делать не собирался. Я сделал нос. И я офигел. Потому что первый раз мне делали прям полную такую, с горбинкой все убирали. И я реально проснулся. И я был настолько опухший. У меня были синяки, синие, черные такие. Было тяжело. Было тяжело, но... Тебе тяжело, но ты уже с новым носом. И тебя это безумно радует и привлекает, поэтому все можно пережить. Да, я помню, что было тяжело. Вот так лежишь, но ты лежишь с новым носом. И тебя как бы очень сильно статируют, обеспоришь, там все. Ну как бы можно пережить, жить можно. Не так страшно. Плюс, момент, когда мне вставляли иголку сюда, я этого не помню. И я просто уже просыпаюсь, и я ничего не помню. Я просто просыпаюсь с новым носом. Но, проходит время. Мне вытаскивают вот такие огромные ватные... Ну, нос снимают. Нужно носить еще было очень долгое время. Помню, нужно было носить вот этот вот корсет, который держит нос. Чтобы форма была по ней. И по ним форма реально была очень крутая. Всегда, типа, ты видишь. Но потом его снимают, и она как бы распластается. И когда мне сняли этот корсет, вытаскивают таким же пинцетом такую штуку из носа. Одну, вторую. Трэш. Трэш, 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 трэш. И потом что-то там... Ах. Но! Я увидел свой нос, и я просто заплакал. Мне стало очень плохо. Мне стало очень плохо. Я думал, что я сейчас задохну. Я думал, что я сейчас задохну. Потому что меня изуродовали, и я стал человеком-грушей. У меня груша теперь на носу. И мне стало безумно плохо от этого. И я просто охуел. Я просто в шоке был. И, собственно, там какое-то долгое-долгое время носил этот корсет. Всё. Нос начал заживать. Я был в полном ужасе. Никому не мог показываться. Были синяки долгое время под глазами. Это первая ринопластика. И потом... После этих синяков нос как бы вроде как-то начал заживать, да? И... Ну, я вижу, что он обретает какую-то форму. И у меня стал выкроенный такой классный прикольный нос. Но он был вот такой. И вот есть видео-констракшн зомби, в котором вот немножко видно мой нос, какой я был. И вот эти фотки ещё мрачные. Тут тоже видно, что что-то с носом. Он такой-то как бы, ну, поменялось по... Правильно? И, собственно, потом что случилось? Потом я увидел, что нос-то прикольный. Но появился новый ракурс. Который меня вообще не устраивает. То есть всё было ок. Снизу абсолютно один ракурс. Справа абсолютно другой ракурс. Сверху другой ракурс. А вот отсюда, слева, сверху... Я помню, я делаю фотку. И я просто фигурую. Это что? Это кто? Это что за адский коршун? Непонятно, что вообще с коршуном произошло. И, типа, ну, в принципе, это просто коршун. Ну, просто коршун. Я не знаю, я называл это коршун. Вот. И мы с мамой очень долго шутили. Типа что-то про... Но! Там был пиздец. Мне хотелось так просто уползти. Но я понял, что это мой новый ракурс. Здрасте! Я вам хочу сказать такую вещь. Запоминайте. После каждой ринопластики появится у вас новый ракурс, который вы, блядь, вам он не будет нравиться. Вам может нравиться все остальные ракурсы. Но этот ракурс вам нравится точно не будет. Потому что это не вы, это не ваш нос. Потому что с первого раза вряд ли вам кто-то сделает прям очень круто нос. Я был в шоке. Потом я какое-то время проходил, 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 проходил с темносом. И этот ракурс начал меня пугать. И потом как-то у меня были мысли, ну, в голове, блин, нос без дела. И у меня всегда сила мысли очень сильно работает. И потом уже вторую ринопластику я сделал через какое-то время у Арбатова в Сохо клинике. И вся моя история есть в инстаграме. Операция такая стоит лет 1400. Это была очень-очень хорошая клиника. И нос у меня был на тот момент уже достаточно большой. Но он стал как бы... Мне хотелось, чтобы он был меньше. У меня всегда цель одна. Когда я прихожу сейчас к Стелле, я всегда говорю, вздергиваем нос как можно больше. Чтобы он смотрел вверх. Потому что мне очень нравится вздернутый нос. Я безумно люблю вздернутый нос. Я не знаю, я вам сейчас покажу отдельно, потом еще сниму. Но мне просто безумно нравится, когда... Кому-то, кстати, не нравится. Но мне безумно нравится, мне кажется, что добавляет молодость. Когда тоненькая пимка и вздернутый нос. Я поблагодарил жизни и вообще все. Что получилось так, что вторая операция, опять анализы, опять клиника. Уже не так страшно, но она тоже страшна. Тебе делал укол. И ты улетаешь. И я помню, что когда я проснулся второй раз. Конечно, все это страшно. Но надо делать в хорошем месте. Я считаю, что чтобы не вам ни с анестезией ничего не испортили, ничего. Ну, то есть, чтобы все было хорошо. Но я также считаю, что не обязательно, что если у вас очень дорогая операция, что вам прям сделать в первый раз. Я все-таки считаю, что нос, вот все, кого я смотрел, в Америке все-таки все делают не с первого раза. И выкраивается он как бы со временем. Так что нос, ну, главное не доводить до уровня Майкла Джекстона. Девочки бывают, часто любят это все. Но мне вообще не нравятся носы, как бы, которые делают. Но мне всегда нравятся уникальные свои специалисты, такие стильные. Короче, я хочу сказать, что второй раз мне сделали нос. Ну, я посмотрел, да, он стал меньше. Самое главное, что он стал меньше. И чем он как бы меньше в центре лица, то он какой-то такой молодость и пимка. Но он оказался не таким, какой вот он сейчас, вы видите. Он просто стал меньше. Ушел тот ракурс. Но теперь, второй раз, он стал просто вот ровный. Но был просто нос, который был без вот этой впадины здесь. Нос был без вздернутости, без прямой спинки. То есть был просто вот нос. Он стал меньше. Но не было вот этого жесткого стиля секса, который я люблю. У меня прям видел другие носы модельные. Я понимал, что вот это стиль. Тут есть стиль, жесткость. Но я все равно благодарен Арбатову, потому что он мне его уменьшил. И это очень круто. Потом прошел год. Два. Не знаю, то есть сколько прошло. Я случайно в интернете вижу... Тогда еще это было не популярно. Вообще. Я случайно вижу в интернете работу. Безоперационная ренопластика. Я тогда был где-то за границей. И вижу в интернете в тегах безоперационная ренопластика. Захожу на профиль. На тот момент стилла была еще не настолько популярна, как сейчас. И... Но я увидел чудо. Я увидел то, что нос, оказывается, делают без операции. Сейчас это уже популярно. Да, возможно. Но тогда увидеть человека, который делает это не просто, как все делают. А человек делает это реально... С адски крутым стилем. То есть ты смотришь и ты понимаешь, что человек может из твоего носа сделать кукольный нос уколами без операции. И я увидел вот эти работы. И когда я увидел вот это... У меня замерло сердце. И я понял, что мне срочно нужно туда. Я увидел, что стоимость 12 тысяч рублей. Я увидел вот это. И я посмотрел другие работы других людей, которые делают безоперационную ренопластику. И я увидел, что они абсолютно безвкусные. Тупо грушевые носы. А у Стеллы были вот такие носы. Вы видите, о чем я говорю, да? Вы понимаете, о чем я говорю. Когда нос приобретает идеальность. То есть это люксовый тюнинг. Я приехал к ней. И знаете, скажу так. Что после двух операций, конечно, уколы делать на самом деле не так безопасно. Потому что у тебя уже там все выкроет. И это не всегда можно делать. Но мне пришлось подождать какое-то время. И мы сделали мне нос без операции. Мой шок был просто... Я был просто в шоке. Мне сделали меньше кончик. Мне вздернули нос ботоксом. И мне выпрямили спинку филером. Вот уже прошло 2 года. Или 3 года. И я уже 3 раза за это время, 4 раза делал нос. Рассказываю. Это нужно делать раз в 6 месяцев. И результат возвращается в свою норму. Но если делать это раз в 6 месяцев, примерно до, он закрепляется и становится только лучше, 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 лучше. Страшно ли мне было? Больно ли это? Знаете, у меня... Да, я знаю, что мне сказала Стелла. Что я знаю, что это может вызвать некроз. Что это не всем можно делать. Что на самом деле, как бы, вот в моем последствии. Но я это сделал. Я ни разу в жизни об этом не пожалел. Я, наоборот, счастлив и храню этого человека, как... Ну, потом я подарил своей девушке на тот момент нос. Диана. На тот момент я ей подарил нос. Она была в восторге. У нее изменилась после этого жизнь. Ребят, она до сих пор делает этот нос. Каждые 6 месяцев. И потом еще несколько моих подруг я отправил. Просто смотри, контакты. Все в шоке. Все думали, что это фотошоп. Реально. Больно ли это? Ну, как вы думаете? Вот сюда вставляется иголка. Да, это неприятно. Первый раз особенно страшно. Но потом ты понимаешь, что можно потерпеть. И потом уже, в принципе, не так больно. Просто иголка иногда вставляется вот сюда. А иногда она вставляется вот сюда. И заходит глубоко. А иногда это вообще конюля. Которая вставляется вот сюда. И туда вот проходит. Но. Потом уже не больно. То есть, как бы, приезжаешь. Ну, я всегда ссу. Вот, кстати, наше видео со Стеллой. Какие-то, да, то есть, процедуры. Таков? Нет. Ну, так вот так. Мне не больно вообще. Вот, все. Мы так вздираем нос. Потом уже реально не больно. Но самое главное, что у меня вздорнулся нос. И с каждым разом он стал только лучше, лучше, лучше. И все мне всегда делают комплимент, что какой у тебя крутой нос. Вот. Так что, я с вами делюсь контактом этого человека. Только потому, что я хочу, чтобы вы были красивыми. И просто работы до-после, я думаю, у вас вопросов не осталось. И это не фотошоп. Делаю нос я только у этого человека теперь. И, соответственно, если бы я знал раньше, возможно, можно было бы мой основной нос сделать у нее. И еще в целом хочу пару слов сказать про ринопластику. Если вы еще не сделали свой нос, вы мальчик или девочка, и у вас есть сексуальная горбинка, как та, которая была у меня раньше, вы, возможно, захотите в будущем быть актерами. Запомните, что любая ринопластика поменяет вашу фотогеничность. В лучшую сторону вряд ли, но, скорее всего, она просто уйдет. Вот. Вот честно вам скажу. Потому что филеры и любые операции, они меняют, как бы, твою естественную внутреннюю красоту, которую нам дал бог. Да, то есть, и теперь я понимаю, что если бы у меня осталась та горбинка, и если бы я никогда не сделал татуировки, то я был бы самым востребованным актером, самой востребованной моделью. Это 100%. 100%. Ну, и плюс мне, на самом деле, сейчас уже нравится мой старый нос. Очень люблю свой нос. Он просто мужской, классный был. Вот. Но сейчас такие стандарты, когда все делают такие взернутые, классные носы, и я считаю, что безоперационная ринопластика, она намного лучше. Именно вот, я не знаю, как еще вам сказать, а то от души, что вот только Стэлла умеет делать это стильно. Понятненько? Стэлла, выходи, будем нас калать. Ну, и хочу сказать, что, ребят, ко мне один раз на съемке в Лос-Анджелесе на съемке каталога подошла очень классная девушка. Она похожа на Кэмерон Диас, то есть, она прям вот по вайбу классная. Прям вот Кэмерон Диас, честно, вот такая взрослая, в нее рокеры были. Она была режиссером съемки, и она мне сказала, никогда, never touch your nose, никогда не трогай свой нос. И я его потрогал, я об этом пожалел, потому что мой нос был очень классным. Но я рад, что в моей жизни Стэлла, потому что без нее я не знаю, что бы это было, я был бы несчастлив. Когда я, соответственно, изменил свой нос, и все мне начало нравиться, я стал счастливым человеком, потому что меня в себе начало все устраивать. Все думают, что я делал губы? Нет. Все думают, что я делал скулы? Нет. Я пробовал только делать подбородок. Просто его чуть-чуть вот сюда добавлять, но зачем, не знаю, ничего не поменялось. И нос. Все, больше в своем лице ничего никогда не трогал. Вот. Если вы делаете тюнинг, делайте его с умом, потому что если вы совсем станете переделаны все... Совсем это трэш. Но что-то в себе, от себя нужно всегда оставлять. Но я полностью за аберрации и за тюнинг, потому что за стильный тюнинг. Нужно, чтобы специалист был стильный. Это очень важно. Ну и я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Я стал действительно свободным и счастливым, как только добился внешности, которая мне нравится. И все стало сразу офигенно. Ты реально любишь себя, и это важно. Когда я еще вылечил лицо. Ну и, конечно, самая главная красота, она внутри вас, но все-таки, чтобы быть топ-соской, иногда я вообще не против никакого тюнинга. И вы знаете, как я к этому отношусь. Понимаете, просто был ракурс, из-за которого я себя просто ненавидел. И какое было облегчение, когда я это все сделал. Я жил с этим и не мог реально поворачиваться левой стороной в кадр. Ну и давайте сейчас рандомно вместе с вами посмотрим на мои фотографии из Google. Что здесь у нас есть. Вот, смотрите, вот такой вот у меня был нос. Спереди. То есть он был... Ну, это ужасная фотка. Короче, вот что-то, видите, что-то здесь. Иногда все... Вот это вот мне очень нравится. Это очень круто. То есть это как бы... Мне нравится это настоящее. То, что нос такой настоящий, крутой. Мне даже плакать хочется. Вот. От того... Вот-вот, смотрите, пожалуйста. Хочется плакать от того, что нос-то на самом деле... Ну и вот сделанный нос уже, видите? То есть он такой сосочный. О, боже, это я. Если хотите, видео смотрю свои старые фотки. Пишите вниз, обязательно сниму. Ну вот, я куда-нибудь приходил, и мне делали вот такие фотки. Ну вот, как вы это понимаете? Смотрите, прям такой мужской у меня был нос. Но вот здесь у меня была какая-то неровная горбинка, которая меня просто адски раздражала, честно сказать. И я вообще уже... Ну вот как бы что-то в этом... Вот. Вот это ужас вообще. Ну, блядь, я сейчас сдохну. С того бога, я сделал нос. Блядь, ужас какой, пиздец. Блядь. Ну, пиздец. Но вот это, ребят, вот это уже хат. Надо сохранить, выложить в инсту. Вот это хатненько. Вот это пацанский. Вот это был настоящий пацанский такой нос, понимаете? Был маленький. Вот, вот, вот. Смотрите, видите фотогеничность? То есть тут модельная прям фотка типа, да? Но просто я к тому, что вот этого у меня уже не будет. Я таким никогда не буду. Я уже другой абсолютно. У меня не будет таких фоток. Я больше не... Ну, таким фотогеничным я не буду. И сейчас я опять буду плакать из-за этого. Но я, конечно, не буду плакать. Но я теперь буду из-за этого плакать. Вот, видите, как бы тема очень такая интересная. То есть, с одной стороны, навсегда уходит твое. Навсегда уходит твоя фишка. Фишка, которая просто навсегда была твоей. И будет твоей. Но вот, пожалуйста, вот, вот, вот он. Вот, вот он полез. Нос я вот той стороной не мог поворачиваться. А, у меня, кстати, вопрос. Под чем надо было быть, чтобы меня так нарисовать? Ребята, это вообще что за пиздец? Справа была вот очень секси вот эта горбинка. Она была прям выточенной. И такого, как бы, вам нигде никто не сделает. Потому что это жизнь. Вот, как бы, жизнь вам, бля. Какой я был классный все-таки, а? Сучонок, а, блядь. Вот, смотрите. Какой я был классный. Ну, я и сейчас охуенный, конечно. Блин, сколько всего я проебал в жизни, конечно. Но, знаете, я это говорю без сожаления. Потому что я, ну, меня жизнь сделала таким, какой я и сейчас. Только благодаря тяжелым моментам. Вот. Вот и все. Какой классный маленький сморчонок. Ромочка, люблю тебя. Так что всем пока. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я вас очень сильно люблю. Ваш Рома Желочь. Редактор субтитров А.Семкин